Ну вот, Александр Потапович, я начинаю о вас рассказ. Не кануло ваше имя в лету ни в коем случае, канули только имена ваших завистников. Надо сказать, что мы уже говорили об одном слонянском учителе Евгении Федосеевиче Моцном, ссылка вверху. И там мы упоминали, что у Марии Аникевны Стром был двоюродный брат по отцу Александр Потапович Колодченко. Я просто удивляюсь, какие личности жили когда-то в Соленом, и это еще не все, о которых я рассказала. И с Александра Колодченко мы, наконец, приступаем к галерею сложенных судеб. Не то, чтобы до этого все было просто у моих героев, но дальше речь пойдет о тех судьбах, когда ход событий или истечение обстоятельств складываются независимо от воли человека, а система уже расставила свои акценты, и из этих завалов мы и будем выгребаться. Канал Ирины Коновец-Поплавської Итак, родился Александр Колодченко в 1887 году в селе Соленое. Был самым старшим в семье Потапа и Натальи Колодченко, у которых было 12 детей. Были у него братья Дмитрий Потапович, 1896 года рождения. Он был участник Первой мировой войны, это был глубоко советский человек, работал до войны секретарем районного прокурора, сразу после войны бухгалтером, за год в скот в Соленом. Василий Потапович учитель и сестры Агафья Потаповна в замужестве Каймаканова, 1902 года рождения, Вера Потаповна, 1994 года рождения, и Мария Потаповна, 1908 года рождения, в замужестве Каневец. Мать Наталья Яковлевна происходила из социально активной семьи Строменко. Ее родной брат Ярема Яковлевич Строменко был известным общественным деятелем и представлял секретно-славский уезд в губернии от партии социалистов-революционеров. И о нем мы еще расскажем. А тетя двоюродная, это Мария Анекимна Стром, собственно, о ней мы упоминали. В общем, прямо завидки берут, общаться таким продвинутым людям было с кем и о чем в селе Соленом когда-то. После окончания в 1898 году четырех классов Солонянской начальной школы Александр продолжает обучение в Сурско-Литовском двухклассном училище. Затем жажда знаний приводит юношу в только что открытую новомосковскую учительскую семинарию заведения среднего образования для подготовки учителей начальных школ. Там преподавали закон божий, пение, ручной труд, сельское хозяйство, основы педагогики, русский и церковно-славянские языки, арифметику, физику, чертежи рисования, методику начального обучения, гимнастику и другие предметы. Семинаристы получали государственные стипендии, которые обязывали их отработать в школах столько лет, сколько они получали стипендию. В 1905 году Александр получает статус народного учителя и уезжает работать в сельские районы. Сначала в Могилевку Херсонского уезда, теперь это Широковский район Днепропетровской области. Затем, куда бы вы думали, в мои родные вовниги Никольского уезда. И тут мы имеем заметку в газете «Рада», номер 90, от 22 апреля 1910 года. Арешт учителя. Южная Заря оповідає про арешт учителя. Сколько часу тому інспектор народних шкіл Катернославського повіту їздив оглядати школи. Оглянув він і вовниську земську школу. Інспектор питав школярів про титули царських особ, і відповіді школярів йому не сподобались. Інспектор пробрав учителя Колотченка і поїхав собі. А через скільки днів учителя позбавили служби. Окрім того, зробили в його трус. І хоч нічого не знайшли, арештували. Ну, ви поняли, в царській оккупації, т.е. Российській імперії, саме главное – це було знати ідіотські титули всяких бурятсько-немецких князей. Після цього Александр устроїлся на роботу в Августиновку. Там, вероятно, він і встретив свою судьбу. Мелешка Анну Константиновну, 1885 г. рождения. На фото она сидит, а рядом с ней – ее подруга, которая в скорости умерла, после того, как одним махом съела коробку шоколадных конфет. Анна была родом із Київской губернии, із семьи священника. Нашла я ее отца. 31 декабря 1884 г. выдали 30 рублей ново рукоположенному священнику Чигиринского уезда села Ульянина Константину Мелешкову. Это село Олянене в 1885 г. Т.е. в годы рождения Анны. Также известно, что Константин Мелешков в 1883 г. закончил Київскую духовную семинарию, а значит, он приблизительно 1860 г. рождения. Ее мама Федора Мелешка в девичестве Калишевская скончалась сразу после родов. Анна была первенцем, а отец ее ушел из жизни в 1894 г., когда Анне было 9 лет. Заботились о ней тетки и заботились хорошо. Как дочь священника, девочку отдали на учебу в довольно престижное заведение Київское училище духовного ведомства. Учебный курс состоял там из шести классов и во многом соответствовал курсу женской гимназии, но особое внимание уделялось православной вере, приобретению навыков рукоделия и ведению домашнего хозяйства. За дополнительную плату и во внеклассное время в училищах преподавались иностранные языки, музыка и рисование. Так как Анна Мелешка прекрасно играла на рояле, то это значит, что заботливые родственники очевидно оплачивали для нее и дополнительное занятие. Девушки, закончившие учебу, получали право на звание домашних учительниц и начальных школ, преимущественно сельских. С 1900 года при училищах были открыты специальные седьмые классы, где преподавалась педагогика. В 1902 Анна Мелешка с отличием окончила седьмой класс Киевского женского училища духовного ведомства и в подарок получила книжку Николая Гоголя. В 1905 Анна значится как усердная учительница села Куцовки, это в 30 километрах от села Ульянина, о чем нам рассказали Киевские епархиальные ведомости номер 33 от 14 августа 1905 года. Когда в начале 20 века в Екатеринаславской губернии начали активно открываться сельские школы, Анна туда выдвинулась, но с трудоустройством произошла задержка. Тогда девушка нанялась гувернанткой к одному из инженеров немцев Брянского завода. В конце концов, место учительницы нашлось в Августиновке. Александр Калоченко так влюбился в Анну, что не понимал, как можно дальше без нее жить. Как-то в пылу воскликнул, что если девушка не выйдет за него замуж, что он убьет сначала ее, а потом себя. Конечно, устоять перед таким красивым и умным молодым человеком было невозможно. Да и зачем? Молодые люди поженились, а потом родились детки. В 1910 сын Игорь, а через два года дочь Лидия. Посмотрите на эту прекрасную счастливую семью. Из денежного отчета Екатеринаславской уездной земской управы мы узнаем, что в 1912 учитель Калоченко уплатил в эмеритальную кассу рубль 80. Эмеритальная касса – это было что-то вроде негосударственного пенсионного фонда для учителей, врачей и чиновников. Таким образом, молодой человек пытался заботиться о будущем, не зная, что через пять лет система разрушится в дребези. Царское устройство давно не отвечало потребностям общества, и учителя Калоченко однажды нашли при обыске открытки против монарха. Начались интриги и обвинения в неблагонадежности, что опять привело к нелегким временам безработицы. Наконец, Александр получил место в земской двухкомплектной школе большого села Берестово, прилегающего к Маломихайловке Александровского уезда в трех верстах от станции Просяная. А жена с детьми остались в Августиновке. В 1953-м село Берестово присоединили к Маломихайловке. К счастью, в Днепровском историческом музее я нашла три письма Александра Колодченко к Дмитрию Яворницкому, и сейчас мы их зачитаем. 9 декабря 1912-го Александр пишет «Многоуважаемый Дмитрий Иванович, считаю нравственным долгом выразить вам мою глубокую благодарность за все те заботы, которые пришлось вам приложить для удовлетворения моего скромного желания, работать на ниве народного образования после всех пережитых мною невзгод и лишений. Ведь я обязан только вам, дорогой Дмитрий Иванович, сочувственно откликнувшемуся на мою просьбу, а также на просьбу дорогой семьи Скорятиных. Я рад, что учительствую именно в Александровском уезде, который во многих отношениях лучший уезд в нашей губернии, в котором образцовая постановка народного образования благодаря просвещенным либеральным земским деятелям, хранящим заветы барона Корфа, Карнышева и других. Я получил место штатного учителя в Берестянской земской двухкомплектной школе. Берестовая – это деревня и примыкает к селу Маломихайловки, которая находится в трех верстах от станции железной дороги, станции Просяной. Живу сам, а семья в Агустиновке, где учительствует жена. Как-нибудь перегорюем до следующего учебного года, а потом, даст Бог, устроимся. Я не сказано рад, что опять тружусь в школе, опять нахожусь между крестьянскими детьми. Опять предстоит великая задача – просвещать ум детей, вкладывать в душу детей хорошее правило нравственности для последующей их честной трудовой жизни. Возвращен же я в школу благодаря хлопотам добрых людей. Еще раз считаю приятным долгом выразить мое сердечное спасибо за ваши хлопоты, дорогой Дмитрий Иванович, с глубочайшим уважением и искренней преданностью Александр Колодченко. Но через два года снова возник вопрос трудоустройства. И 8 июля 1914 Александр Колодченко опять пишет письмо Яворницкому. Если вам покажется, что он донимает его своими проблемами, то это зря. В то время это была обычная практика. Очень многие обращались за советом и помощью к Дмитрию Ивановичу. Почитайте его эпистолярное наследие, там таких писем полным-полно. Дмитрий Яворницкий находился с князем Угрусовым в дружеских отношениях и не только с ним. Многоуважаемый Дмитрий Иванович с прискорбием узнал, что вы больны и желаю вам скорого выздоровления. Хотел лично вас видеть, но в музее сказали, что вы больны и не можете принимать посетителей. Злая доля заставляет меня хлопотать о мести и вчера я подал прошение Татищеву, чтобы он изъявил согласие на принятие меня в декретнославский уездно-учительскую службу. Сегодня думаю лично побывать у князя Урусова и у предводителя уездного дворянства Маламы, если, конечно, они в городе. Если возможно, то вы, дорогой Дмитрий Иванович, как-нибудь заговорите за меня Татищеву и князю. Быть может, Бог даст, они дадут мне возможность работать. У барона Гревеница я лично три раза подавал прошение, он почему-то всех посетителей не принимает, а на дворе отнимает швейцар прошение и на другой день через канцелярию объявляют его резолюцию. Мне всегда отвечали без последствий. Как я не старался его лично видеть, один ответ – никого не принимает. Татищев же ответил – хорошо, но что будет за резолюция, не знаю. Из департамента полиции ответили – на благо усмотрения Екатеринславского губернатора. И я думаю, они теперь в силах выдать мне благонадежность. Будьте здоровы, Дмитрий Иванович, желаю от души вам избавиться от вашего недуга и еще поработать на благо Родины. С искренним уважением, ваш покорный слуга Александр Колодченко. А дело было в том, что начальник губернии, о котором говорится в письме, это Екатеринславский губернатор Владимир Арсеньевич Колобов. И у него были свои терки с князем Урусовым. Тогдашний заместитель министра внутренних дел Владимир Джунковский упоминал в своих мемуарах. Губернатор Колобов мне очень понравился. Ему было трудно ладить с губернским предводителем дворянства князем Урусовым, который смотрел на Екатеринславскую губернию, как на свою водчину. Имел большое влияние в высших сферах, тогда как Колобов был далеко не светский человек. Урусов на него смотрел скорее, как на своего подчиненного и несколько свысока, вернее покровительственно. Через полтора месяца, 27 августа 1914, Александр пишет последнее дошедшее до нас письмо Яворницкому. Уважаемый Дмитрий Иванович, за созданную господином инспектором Дмитровским историю не буду писать, так как вы ее знаете. Я вам сообщал, что по ходатайству его сиятельства, светлейшего князя Урусова, я был допущен к учительской должности в Екатеринславском уезде, но господин начали губернии не утверждает и приходится лишиться места. Неоднократно я являлся господину губернатору, которому сказал, что много пришлось хлопотать за место и благодаря ходатайству князя допущен. Господин губернатор сказал, чтобы за меня написал князь письмо и тогда только разрешит учительствовать. Но князя дома нет, хотя 21 августа 1914 он и был в Екатеринславе, но принять меня не мог, так как сильно был занят и готовился к выезду. Никаких доводов господин губернатор не выслушивает и остается неумолим принести письмо от князя. Сегодня была жена у господина губернатора с визитной карточкой светлейшей княгини В.Г. Урусовой, которая не могла вчера подробно написать господину губернатору, так как спешила на выезд в Котовку. Результат один и тот же. Письмо от князя и тогда выдам разрешение. Сегодня хотели с женой лично побывать у вас, многоуважаемый и дорогой Дмитрий Иванович, но вас дома не застали. Жена совершенно больная, последний период беременности и остаться не может. Прислуги же у нас нет и моя нравственная обязанность быть эти дни в семье. Я хочу побывать у князя с вами, Дмитрий Иванович, когда он будет в Екатеринславе. Если так невозможно устроить, то прошу горячо вас, походатайствуете и вы, дорогой Дмитрий Иванович, перед светлейшим князем, так как на него единственная надежда. Если сам господин губернатор советовал мне написать в департамент полиции господину министру внутренних дел, откуда ответили, что все всецело зависит от господина губернатора, то чего же он хочет? Одна только надежда на Бога да на добрых людей. Пятый год беспросветных нужд, страдания, преследования администрации по личной клевете злого человека, который хотел попрать церковный закон, нарушить святость брака и из личных счетов создал целую историю на политической почве, стал обвинять в неблагонадежности. Разве я за пять лет не искупил еще своими страданиями и своей семьи и всей той лжи, несправедливости, жестокого обвинения господина Дмитровского? Прошу вас, Дмитрий Иванович, помогите наболевшему горю. Я написал и подал прошение светлейшему князю. С искренним уважением, ваш покорный слуга Александр Колодченко. Извините за беспокойство, жить буду в селе Августиновка. Что и говорить, недоброжелателей и завистников у семьи Колодченко всегда хватало, что усложняло их жизнь. И даже некоторые самые близкие члены семьи ему завидовали. И как видите, господин инспектор народных училищ, это судя по всему инспектор народных училищ Екатеринславского уезда Виктор Григорьевич Дмитровский, хотел попрать церковный закон, нарушить святость брака. То есть, вероятно, просто попытался увезти у Александра его жену. Но вся эта мрачная история закончилась неожиданно, потому что Российская империя вступила в Первую мировую войну и Александра Колодченко в начале 1915-го мобилизовали в царскую армию. По образовательному цензу его направили на ускоренные офицерские курсы в Чугуевское пехотное юнкерское училище Харьковской губернии. В феврале 1916-го по получению звания Харунжева Александр Потапович уехал в Омск для формирования маршевых род, а оттуда на Восточный фронт. По дороге удается ненадолго посетить Августиновку. С собой он привез шкатулку, которую приобрел в Иркутске с подписью «Зерунь цигали, видлюблячего Шуры». В марте 1917-го у супругов рождается дочь Тамара. Александр Колодченко за время службы получил чин подпоручика, затем поручика и уже был представлен название штабс-капитана, но октябрьский переворот разрушил его военную карьеру. 25 октября 1917-го он демобилизовался и оказался в рядах Белой армии. Где-то попал в плен и в 1919-м он возвращается в Августиновку, чтобы наконец воссоединиться с семьей и отдаться любимой педагогической работе. Но с этого времени он снова в списках неблагонадежных. На этот раз все гораздо хуже. На особый учет его берет Екатеринаславская ГПУ. В 1919-м году умирает отец и семья переселяется в Соленое, где Александр Потапович устраивается на должность преподавателя украинского языка, а Анна Константиновна учительницей младших классов. На схеме Николая Слесаренко школа под номером 23 между Садово и Планерное. И скорее всего здесь работали и жили супруги Колодченко, потому что адрес семьи Колодченко был улица Планерная, значит они жили при школе. В 1930-м Александра арестовали за участие в контрреволюционной организации, но через три месяца отпустили. Дети выросли. Это Тамара и Лида Колодченко. В 1931-м такие вот прекрасные молодые девушки. В 1936-м Александр Потапович поступает на заочное отделение Запорожского государственного педагогического института на специальность «Украинский язык и литература». В этом же году он выходит на пенсию в возрасте 50-ти лет. Это его пенсионное удостоверение. Пенсия в размере 150 рублей назначена с 1 мая 1936-го. Николай Свисаренко в своих воспоминаниях пишет «Из своих учителей я очень хорошо помню Александра Потаповича Колодченко. Это был учитель старой закалки, похожий внешне на запорожца. Он преподавал украинскую мову. В 1930-е годы ему было уже лет под 60. Потом где-то в 1938-39-м годах в школу пришла и его дочь Тамара Александровна, учительница зоологии. На фото Тамара с братом Игорем. Здесь Тамара с племянниками. Лидия учительствовала сначала в Дружковке Донецкой области, а перед самой войной в Голубовке Новомосковского района вместе со своим мужем, преподавателем физики Николаем Герасимовичем Белошистом. Здесь Лидия со своими детьми. Это ее дети маленькие. Это Лидия среди своих учеников. А это Лидия с мужем Николаем в центре фотографии, тоже сфотографированы с учениками. Николай в вышиванке. Лидия преподавала биологию, зоологию, ботанику и немецкий язык. Людмила и ее муж Никитченко Ефим Иванович тоже были педагогами. У них было трое детей, но их фотографий у нас нет, и мы о них ничего не знаем. В 1940-м умирает мать Наталья Яковлевна, а в июне Александр Потапович получает высшее советское образование и диплом преподавателя украинского языка и литературы. 15 апреля 1941-го ему выдают паспорт. Как видим, паспортный стол отделения милиции при управлении НКВД по Днепропетровской области. Прописка Село Соленое, дом номер 56, но улица не обозначена. Планерная 56 скорее всего, но сейчас другая нумерация. А это профсоюзный билет Анны Константиновны, выданный ей перед войной. Видимо, они оба вышли рано на пенсию по учительскому стажу. Здесь отмечено, что она вступила в профсоюз еще в 1920-м и имеет 40 лет учительского стажа. И, наконец, фото Александра Потаповича. Он сидит в центре с учениками возле школы. Мы видим, как модно по тем временам повязывали косынки комсомолки тех лет. Если кто узнает кого-то на снимке из своих предков, напишите в комментариях. Здесь он на фото с Тамарой и Игорем. Но дыхание войны уже не один год кружилось в воздухе. Казалось, что все эти репрессии, убийства, беспредел, голодоморы не могут длиться долго, а иностранные государства сыты СССР под завязку. Многим украинцам казалось, что немецкая суперорганизованная нация, объявившая поход против коммунизма, придет их освобождать и положит конец всем этим ужасам. В начале немецко-советской войны Александру Потаповичу исполнилось 54 года. Его единственный сын Игорь в РККА. Дочери Лидии и Людмилы эвакуировались в город Сюрдобск Пензенской области из-за того, что их мужья были членами ВКПБ и находились на фронте. Советская власть запугивала население тем, что немцы будут казнить их за малейшее национально-патриотическое проявление. Подверглась этой пропаганде даже семья Колодченко, за долгие годы у них собралась богатая библиотека с уникальными изданиями. Александр Потапович, с сожалением, сжег в Старом Колодце кучу украинских книг, думая, что из-за них у него могут быть неприятности. Кто знал, что немцы как раз наоборот будут поощрять развитие украинской культуры и даже возобновят работу украинского театра, о чем мы рассказали в соответствующем ролике. Ссылка вверху. Происходящее в Соленом начале войны рассказывает наш прямой свидетель тех событий Николай Васильевич Слисаренко. Благодаря ему мы знаем, что происходило в июле 1941 года. Николай думает, что Александру Потаповичу под 70, когда ему было всего 55 лет. Видимо, Николай прибавил ему лет с точки зрения своих шестнадцати. Наконец, нас всех собрали в школу и сказали, что вся школа, все учителя и ученики идут на работу в колхозно-уборочную страду. Никто, конечно, не возражал, даже такой старый преподаватель, как Александр Потапович Колодченко, которому уже набиралось под 70 лет, и тот согласился работать. Здесь следует сделать одну оговорку – всей школе предложили работать, но только на уборочную страду. Когда хлеб будет убран, тогда все преподаватели и ученики будут отпущены домой, а работать останутся только те, кто хочет. Вот и мы, ученики, тоже все выехали в поле со всеми работать. Наша задача была укладывать снопы в копны. Для этой цели была образована школьная бригада во главе с Александром Потаповичем Колодченком, нашим учителем по украинской мове и литературе. Он знал, как надо укладывать снопы в копны, и поэтому ему поручили это дело. Да и более легкой работы для 70-летнего старика нельзя было и найти. Бригадирствовала колхозом и крестный Микола Московка . С учителей тоже мало кто пришел на работу в колхоз. Ирина Давыдовна, учительница русского языка и литературы, да Рувим Маркович, учитель черчения и рисования, уехали в Днепропетровск. Они евреи и под страхом оккупации немедленно уехали к своим. Клавдия Даниловна, учительница математики, тоже уехала к своим родным в Москву. Прокоп Дмитрович Герко, завод школы, готовил школу к эвакуации. Ну и другие учителя тоже уехали по своим семьям, а остались только те, которые имели свои корни в соленом, как Александр Потапович или те, кому некуда было уезжать, как учительница Вандышева из младших классов. Однако, в нашей сводной бригаде набирается человек 15. Это и наши с 9-го Б класса и с младших классов, как Василь Коротченко. Размер снопа по толщине бывает разным. Все зависит от высокорослости пшеницы, а это определяет длину перевесла. И потому вязальщице иногда приходится сброшенную с косарки копну пшеницу делить на две части, а это все время. Поэтому вязальщицы всегда ругаются со сбрасывателем, чтобы он сбрасывал чаще, а тот, в свою очередь, не хочет, так как чем реже сброс, тем больше времени на отдых. Вот такое противоречие при уборке хлеба. Наконец, косарки обошли все поле, вязальщицы связали снопы первые, и так как там много бурьяну, то эти снопы надо отнести в сторону и сложить в отдельные копы. Или если снопы большие, то укладывают в полукопы – пивкипки. Это работа уже нашей школьной бригады, и мы получаем здесь первое наставление от Александра Потаповича. На следующий день мы снова идем на укладку снопов в копны. Скашивание хлеба несколько опережает укладку снопов в копны, и это волнует бригадира. Он предлагает нам с Василем Коротченко присоединиться к бригаде Александра Потаповича. Мы идем от сноповязальщиц к снопоукладчикам. На дворе жара, солнце светит немилосердно. Когда вдыхает жаркий воздух, то слышится запах соломы, и жар разливается по всему телу. Все работают молча, только слышны стрекотания косарок. То в отдалении, то совсем близко, когда косарки проходят по нашей стороне. За эти несколько дней загорели уже все порядочно, но во время работы в поле никто не снимает ни рубашек, ни брюк. Во-первых, солома сильно кусается, когда ее собираешь руками в один сноп, или когда тащишь снопы вместо укладки копны, а во-вторых, при таком жарком солнце трудно выдержать открытым телом столько тепла. Подходим к бригаде снопоукладчиков. Издали видно, как Александр Потапович в соломенной шляпе и в одной рубашке устало вытирает под рукавом с лица. Ему очень трудно при такой жаре. Вокруг него копошатся наши школьные ученики. Здесь ученики не только с нашего девятого Б, но и с других классов. Александр Потапович объясняет и наблюдает за укладкой снопов в полукипки. В бригаде у него состоит человек с десяти двенадцати. Он этих людей разбивает на группы по три-четыре человека и каждая группа складывает свой полукипок. Нас встречают с улыбками и каждый пытается, чтобы мы попали в его группу, ведь мы, как говорится, свежая сила и все-таки мальчики, а не девочки. Александр Потапович объяснил нам все премудрости укладки снопов в полукипки и определил в самую слабую группу. Мы быстро осваиваем все премудрости этой технологии, и наша группа постепенно начинает выходить на передовые рубежи. Никакого соревнования у нас не было, но ощущение того, что где-то идет война, заставляло всех нас работать с полным напряжением, ведь колхоз прилагал все усилия, чтобы убрать урожай. На следующий день где-то к обеду снова пришел бригадир и теперь уже не только к нам обращался, а и к остальным, даже к девчатам. Получено указание направить как можно больше людей на рытье окопов противотанковых рвов. Он сообщил нам, что бригада окопников будет сменяться каждые десять дней, но мы первые должны их отработать. Дома остаются только старики и больные. Таким образом, нас набралось человек пятнадцать и на снопах остались только Александр Потапович и с ним человек пять, которые сказали, что они больные. Мы все ученики разных классов в возрасте от 13-14 лет до 17 лет дружной стайкой ушли домой, чтобы взять необходимые вещи, так как идем на десять дней и там будем находиться круглосуточно. Я наблюдаю, как Александр Потапович с какой-то грустью и жалостью провожает нас. В его глазах какое-то сомнение, удивление и необъяснимая тоска. Он безнадежно покачивает головой, но внешне старается не показывать своего ужасного состояния. Он будто чувствовал, что никогда больше нас не увидит. В последние дни его насильно заставили эвакуироваться, но было уже слишком поздно. Немцы догнали эту группу людей и велели возвращаться домой. В этой поездке Александр Потапович заболел и где-то поздней осенью 1941-го умер в соленом, оккупированном немцами. Конец цитаты. Но на самом деле Александр Потапович не умер, хотя, возможно, он и пытался эвакуироваться. Сам он об этом сказал, что эвакуироваться вглубь страны у него возможность была, но из-за отсутствия транспорта он отказался. Что касается немецких солдат и офицеров, то они были прекрасно осведомлены о гулаге, принудительной коллективизации и преступлениях НКВД. Поэтому они искренне считали себя освободителями и настраивались на то, чтобы наладить в Украине известные всем немецкие порядки. Некоторые немецкие влиятельные политики, в частности, Альфред Розенберг, неоднократно высказывался за создание украинского государства с целью расшатать Россию и обеспечить жизненные интересы рейха на востоке Европы. Но реализация планов Розенберга потерпела крах из-за жестокой политики в отношении украинского населения. Это уже потом с ходом войны станет ясно, что как немцы, так и украинцы были обмануты. Немецким солдатам все чаще и чаще не нравилось жестокое обращение с населением, которое проводил рейхкомиссар Эрих Кох, а украинцы поняли, что немецкая власть ничем не лучше коммунистической. Казнь людей только по признаку национальности не оставила никаких иллюзий относительно освободительной миссии Гитлера. Это сейчас о преступлениях российских войск в Буче мы узнаем сразу в ходе войны. Тогда интернета в эстралинках не было и обо всех злодеяниях Гитлера и его приспешников узнали гораздо позже. Но это будет потом. А пока 18 августа 1941 немецкая армия вошла в соленое и о первых днях ее пребывания в райцентре нам снова рассказывает Николай Сесаренко, и вы можете сравнить поведение немцев в 1941 году на оккупированных территориях с поведением российских путинских войск сегодня, в апреле-майе 2022 года. Немцы ничего не брали без спроса. Больше всего они ходили по хатам и спрашивали млеко и яйки. Если им это предлагали, то они платили деньги, немецкие марки. Так я впервые увидел немецкие денежные знаки, как бумажную, так и разменную монету. Мне их деньги не понравились. Какие-то слишком будничные. Наши копейки и рубли намного красивее. Особенно разменная монета. Это монетки из какого-то легкого сплава типа алюминия. Это пфениги. Наши копейки намного тяжелее и красивее. Я это считал за достоинство. За взятые продукты немцы платили сколько кому за благорассудится, но никогда не брали даром. Однажды по нашей планерной улице прошли двое гражданских лиц. Один из наших жителей, а другой немецкий переводчик. Они созывали на сход. Все взрослые пошли на толоку до ветеринарной лечебницы. Там собралось, наверное, человек 200 с разных улиц. На сбор ходила наша мама. Она очень переживала, чтобы никто не донес, что мы являемся семьей члена партии и потому старалась исправно исполнять все требования немецких властей. Немецкий переводчик выступил от имени немецкого коменданта. Он говорил, что на полях остался урожай зерновых, буряки, картофель и другое, и необходимо сделать все, чтобы урожай был собран. В противном случае народ будет страдать от голода, так что уборка урожая будет в интересах всех людей. Пока немецкое командование не будет распускать колхозы, а просит, чтобы люди продолжали работать в привычной обстановке. Пусть они из своей среды изберут председателя колхоза и бригадиров. Все, кто будет работать, будут получать на месяц 32 кг зерна и по 16 кг зерна на неработающих членов семьи. Сейчас надо всем подготовиться к работе. Как только уйдут все воинские части на Депропетровск, сразу же надо идти работать. Немецкое командование уже начало выискивать, где можно достать молотилку, лошадей, телеги и т.д. Потом было много вопросов. Об арестах переводчик объяснил, что никто никого не будет преследовать за прошлое, если вы сами себя не будете выдавать и ябедничать друг на дружку. По вопросу земли переводчик объяснил, что военное командование хозяйственными вопросами не занимается, а вот за войсками следуют гражданские администрации. Они будут заниматься всеми этими делами. Заниматься грабежами и воровством никому не рекомендовано. На этот счет у немцев только один ответ – виновных к расстрелу. Где-то к середине сентября немцы почти полностью ушли из села в сторону Днепропетровска. Была очень солнечная и теплая погода. Конец цитаты. Когда начали создавать новые местные администрации, то прежде всего выявляли тех, кто пострадал от советского режима и предлагали им разные должности. Так как люди побаивались сотрудничать с немцами, то их припугивали отправкой на работу в Германию. Вызвали и Александра Колодченко. Комендант Бейзе сказал, что назначает его на ответственный пост председателя районной управы, на что Александр Потапович категорически отказался. На фото здесь Бейзе кажется второй слева. Здесь он с голландскими археологами, которые делали раскопки в Соленом. Бейзе попугал его лагерями, но в итоге отказы принял, хотя и попросил возглавить управу на время только до выборов. Уступки от коменданта имели предел, так что ничего не оставалось, как согласиться на это предложение. Александр Потапович поехал в Днепропетровск, заполнил там анкету, и его назначили временным главой районной управы. Это тоже фото из Соленого, сделанное теми же голландскими археологами. Вернувшись в Соленый, Александр Потапович с 4 октября 1941 сразу приступил к первоочередной задаче восстановления жизнедеятельности общины и сконцентрировался на обустройстве райздравого отдела, финансового отдела и народного образования. Это позволило открыть в районе начальные школы и больницу и обеспечить эти учреждения медикаментами и необходимыми материалами. По предписанию области организовали бюро заготовок и общий отдел раю правы. Разбирал Александр Потапович и заявления раскулаченных, которые просили вернуть им хаты, из которых коммунисты выгнали их в 30-х годах. Но никаких конкретных решений по этому поводу не принималось, потому что по этому вопросу указаний из области не поступало. 16 октября 1941 Александр Потапович подал заявление на увольнение и попросил у коменданта Бэй за разрешение вернуться на педагогическую работу. 30 октября, в последний день работы на должности председателя райуправы, начальник райполиции Синченко через полицейских известил его, что в село Соленое сегодня приезжают офицеры, представители немецкой армии, и им нужно будет устроить хорошую встречу с хлебом с солью. Александр Потапович собрался и совместно с присланным Синченко полицейским пошел в полицию. Полиции приготовили хлеб с солью, и он при виде приближающихся офицеров пошел к клубу, где были жители села Соленое, среди которых много школьников. При подходе офицеров к клубу Александр Потапович преподнес им хлеб с солью, за что они поблагодарили и сказали, что принимая хлеб с солью, надеемся, что украинские и немецкие народы будут жить хорошо. После этого все вошли в клуб, где Александр Потапович открыл митинг и сказал, «Наконец Украина освобождена от большевиков, которые нас мучили 24 года. Спасибо за это немецким войскам, которые освободили нас от угнетения, и теперь украинский народ будет жить хорошо». После этого выступил немецкий офицер, который говорил о преступлениях советского режима, а потом был концерт. Важно добавить, что все события, связанные с Александром Колодченко в период немецкой оккупации, вовсе не попали в поле зрения такого чрезвычайно наблюдательного паренька, как Николая Свисаренко. Последний раз он вспоминает своего учителя, когда тут печальными глазами провожал его в башмачку. Вернулся Николай из башмачки 25 августа 1941, а отбыл на принудительной работе в Германию 15 июля 1942. За это время ничего особенного по отношению к учителю Колодченко, о чем бы трезвонили на селе и стоило упоминания в его мемуарах, не произошло. Николай даже считал, что при попытке пешей эвакуации к востоку Александр Потапович заболел и где-то в позднюю осень 1941 умер в соленом, хотя проживали они на одной улице, планерной. Понятно, что этот хлеб-соль действительно имел мало значения в те годы, потому что произошла всего лишь смена режимов советского на немецкий. А кто-то в 1932 выносил башмачки хлеб-соль Петровскому. Вот это фото. Кто этот человек? Коммунистический режим принес Украине гораздо больше горе за 70 лет существования, а до сих пор его наследник путинский режим продолжает свои злодейства. Напоминаю, что мы все здесь рассматриваем с точки зрения независимого государства Украина. Это совершенно не равноценно тому, как выносили хлеб-соль в Мариуполе в 2022 году. Россия вероломно напала на независимое государство, никем доселе не оккупированное. Чувствуете разницу? Конечно, моменты в этой хлеб-соли неприятные. Учителя явно подставили. Но также напомним, что немцев действительно сначала воспринимали как освободителей. Так думали многие украинцы. Они надеялись, что немцы пришли их освобождать от коммунистов, и все было сносно, пока те не начали расстреливать евреев, включая детей. Но это будет потом. Так что мы не будем устанавливать, кто подавал хлеб-соль к Рабамому Петровскому в 1932 году, который подписал приговор Фанни Каплан и директиву о красном терроре. И не будем клеймить за этого данного товарища. Потому что с высоты 2022-го это уже не имеет особого значения. Тем более, что и для советского режима этот хлеб-соль немцам тоже не казался мега страшным преступлением. Ладно бы этим дело и завершилось, то может быть Александру Потаповичу как-то и простили этот факт. Но его дальнейшие шаги на Ниве образования, по мнению советского режима, были гораздо страшнее эти злополучных хлеба-соли. С 3 ноября 1941-го Александр Колодченко уже приступил к работе заведующего десятилетней школы в селе Соленое. Однако в январе 1942-го из этой школы была сделана четырехлетняя. По предписанию районного отдела образования, учителей заставили вычеркнуть из учебников все упоминания советских вождей – Сталинова, Рашилова и т.д. Красную армию, колхозы и комхозы, а также затушевать портреты коммунистических вождей. Книги русских классиков сначала собрали, но потом распределили по другим школам. Все равно приходилось пользоваться советскими учебниками, потому что других не было. При этом Александр Колодченко значительно расширил программу в пользу украинских авторов, таких как Котляревский, Ничую Левицкий, Улак Артемовский, Квитко Основьяненко, Шевченко, Коцюбинский, Леся Украинка и другие. По сути, он прекратил русификацию школы и вернул в нее родной украинский язык. Но 26 октября 1943-го советские войска вступили в Соленое и НКВД начал расставлять свои собственные акценты. Уже 30 октября к Колодченко с обыском пришла контрразведка СМЕРШ, перетряхнули всю библиотеку, нашли книгу под знаменами славы о немецкой армии, которая попала в дом, когда Александр Потапович еще работал в управе, о которой все забыли, и произведения украинских классиков. Чекист взял в руки том истории Украины-Руси Михаила Грушевского и бросил Александру Потаповичу. «Да ты лучше мог бы написать», намекая на то, что сельский учитель знал историю лучше Грушевского. В то время история Украины-Руси считалась националистической литературой и находилась под запретом. Таким образом, советская власть стремилась стереть память украинского народа и продемонстрировать его неполноценность. Главными факторами обвинения стали украинизация школы и антисоветчина. Следователи тщательно доискивали связи Колодченко с националистическими организациями, допрашивали свидетелей, при каких обстоятельствах в школьную программу попали украинские писатели, и смаковали малейшие детали того, каким образом изымались из учебников советские вожди. Вроде бы они сами периодически этим не занимались. Расследование длилось полгода. НКВД было в бешенстве, потому что перед ними представал несгибаемый казацкий дух, который за почти 30 лет существования большевистской власти так и не уступил своим принципам, не изменился и вел себя достойно даже в трудные моменты своей жизни. Дочь Лидия за это время вернулась из эвакуации. Ее муж Николай Белошистый, на фото он справа, пропал без вести в 1942-м. И Лидия Александровна поселилась с маленькими детьми в Днепропетровске, в районе Краснополья. 9 мая 1944-го военный трибунал войск НКВД приговорил Александра Потаповича Колоченко к 10 годам лишения свободы и 5 годам лишения прав. Большой их дом на планерной конфисковали и приспособили под сельскую библиотеку. Сейчас это жилой дом. Таким образом, советская власть лишила и Анну Константиновну права на жилье. Она вынуждена была покинуть Соленое и найти Прыхисток у дочери Лидии. 30 октября 1953-го, после отбывания полного срока в Карагандинской области, Александра Потаповича освободили. В Соленое он никогда больше не возвращался. И некуда, и особого желания наверняка не возникало. Поселился сначала у дочери Лидии, но теснота заставила его переехать к Тамаре на проспект Гагарина. Поэтому последние годы своей жизни супруги были вынуждены жить врозь. Они посвятили себя воспитанию внуков, прививали им любовь к чтению. Наталья Васильевна Колоченко с теплотой вспоминает, как дедушка подарил ей толстую книгу украинских сказок и стихи Пушкина. Кстати, Наталья говорила, что Анна Константиновна находилась в родственных связях с ночуем Левицким. А Наталье можно верить, потому что у нее удивительно четкая память на фамилии и факты. Все, что она рассказывала, подтвердилось. Я даже написала какому-то исследователю ночью Левицкого, но он остался холоден к этой информации. Зиронька Анна Константиновна угасла 26 июля 1964, а Александр Потапович через два года, на 80-м году своей жизни. Похоронены оба на Краснопольском кладбище. По возвращении из лагеря он, по всей видимости, находился в глубокой депрессии. Представьте, это был умнейший человек, образованнейший патриот Украины, но никому это абсолютно не было нужно. К большому сожалению, судьбы славных украинских сельских интеллигентов, которыми Украина должна была гордиться еще при их жизни, были разрушены. В 1989-м Тамара обращалась в лесные органы с просьбой выдать ей справку о реабилитации отца по чисто моральным соображениям. В июне 1990-го состоялся пересмотр дела, но коммунистический режим, прежде чем уйти в небытие, крепко держался за свое. Действия Колодченко рассматриваются как антисоветская агитация, направленная на свержение советской власти. Спустя 6 месяцев СССР развалился, но только через 5 лет, 15 ноября 1995-го, Александр Потапович был полностью реабилитирован. Понятно, что для Украины Александр Колодченко был настоящим ее сыном, искренним патриотом, который с грустью смотрел на то, как его страна страдала от того, что не имела шанса свободно и поступательно развиваться в демократическом направлении. Масштаб и значимость этого человека ощущаются в его поставе, словах и делах. Во-первых, его высокие организаторские способности. Вспомним, как в царской армии Александр Колодченко быстро сделал карьеру от Харунжева до штабс-капитана. На жатве, как свидетельствует Николай Сисаренко, учитель так организовал школьников, что работа не только кипела, а давала результаты вдохновения. Во время немецкой оккупации он воспользовался молниеносно коротким сроком принудительного председательства в Солонянской раю праве, чтобы запустить работу больниц начальных школ. Это ничего не значило для НКВД, в стенах которого человеческая жизнь не стоила и копейки, но многое значило для выживания солонянцев. Это подтверждает Днепровская газета от 23 ноября 1941. В Солонянскому районі після звільнення селян від більшовистського ярма почувається велике пожвавлення і життєрадісність. Солонянська райуправа приступила до роботи по організації сільських управ. В більшості сіл управи вже працюють. На території району працюють три лікарні в селах Солоному, Сурсько-Михайлівці та Олександрополі. В селі Військовому ремонтується четверта лікарня, що була розбита більшовиками. Крім того, працюють чотири медамбулаторії і п'ять медпунктів. Всі медточки комплектовані медперсоналом. В приміщеннях медточок бракує білизни, але це буде в недалекому часі усунено. Відчувається недостача інструментарій, який знищили більшовики. Адмінвідділ Солонянської раю прави та наросвіта вже давно розпочали свою роботу. Сітка шкіл по селах працює більш-менш нормально. Відчуваючи гостру потребу в духовному задоволенні, селяни села Солоного виклопатали дозвіл на побудову церкви у своєму селі і почали збір коштів. В селі Широкому в суботу та неділю служаться відправи. В час відправ приміщення церкви набите людьми. Молитися приходять старі люди і навіть молодь. Приміщення церкви не буває пустим. Багато селян приходять на сповідь і причастя. В селі Солоному, виконуючи розпорядження господарської комендатури, почалася робота по впорядкуванню доріг. Ремонтуються і добудовуються мостові шляхи, мости, тротуари. Двори звільняються від мусору та сміття. Районне село буде мати гарні шляхи і виглядатиме далеко краще. Во-вторых, образовательна деятельнасть семьи Колоченко, которой выучили десятки тисяч учеников, реализує базове руководство, которое Александр Потапович описав Дмитрию Яворницькому. Просвещать ум детей, вкладывать в душу детей хорошее правило нравственности для последующей их честной трудовой жизни. Четверо детей этой семьи продолжили династию и посвятили себя педагогической деятельности. Дочери Тамары, Лидия, Людмила преподавали биологические науки. Игорь, теоретическую механику в ВУЗе. Внуки рассказывают, что на протяжении жизни им время от времени встречались бывшие ученики, которые с восторгом отзывались о первой учительнице Анне Константиновне. Николай Свисаренко в своих воспоминаниях трогательно и сердечно и с огромным уважением отзывается о своем преподавателе Александре Потаповиче. И это капли в море. Многие ученики оставили свою благодарность в сердце. В-третьих, национально-патриотическая направленность Александра Потаповича Колоченко, которая зародилась в общении со знаменитыми страменками, дядей Ярема Яковлевичем, двоюродными братьями Иваном Аныкевичем и Василием Аныкевичем, сестрой Марии Аныкевной Моцной, и не менялась в течение жизни. Как только появилась возможность, он прекратил русификацию солонянских школьников и немедленно расширил школьную программу в пользу украинских писателей. Он учил детей любить родной язык и литературу, знать подлинную историю Украины, что коммунистами было расценено как ужасное преступление, попытка воспитывать учащихся в антисоветском духе. Цель этих моих видео показать другую солонянщину, до сих пор неведомую этому поколению. Не нужно искать героев в других городах и весях, когда рядом с нами жили истинные патриоты Украины, высокообразованные педагоги, и, надеемся, нам, кто-то из учащихся солонянской школы или лицея, напишет в комментариях, что они подготовили реферат, например, об атаманах Чумаченко, либо учительских семьях Моцных или Колодченко, или даже организовали какие-то мероприятия в память об этих людях, или где-то поставили памятную табличку о них. А мы будем ждать, когда это случится и случится ли.